Доброго дня! С вами канал Про Цветок, и я травница, провизор Ольга Спиридонова. И сегодня я вам расскажу о том, опять-таки, как вроде бы невидные глазу природные ресурсы, привычные нам, могут непривычным образом принести нам пользу, удовольствие и послужить вкусным сырьем для нашего здоровья. И речь у нас пойдет о вишне. Причем мы обычно привыкли, что элитным таким вкусовым сырьем являются ягодки вишни. А мы сегодня поговорим о ее листочках, листочках и плодоножках, о том, какую пользу листочки вишни могут приносить человеку. Итак, листочки вишни. Обычно мы на них внимания не обращаем. Что это? Ну, опадет листва и опадет. И мы даже сами не подозреваем о том, сколько всего вкусного и полезного опадет вместе с ней. Многие любители знают, что это такой вишневый чай. Вишневый чай – это не чай из ягод, это чай именно из листочков. Для чего он нам? Чем он полезен? Так же, как и листья вишни, так же, как и ягоды вишни, в них содержится танин, в них содержатся витамины, в них содержатся противомикробные вещества, фитонциды, которые предотвращают воспаление и гниение. Именно для этого, а не только из-за аромата, хорошие хозяйки листочки вишни добавляют куда? В грибочки, в помидоры, в огурцы, в малосольные огурчики. Вот это вот все используют именно содержащиеся в вишневых листочках танины, дубильные вещества и фитонциды. Также содержатся и витамины в вишневых листочках, также содержатся органические кислоты и содержится, конечно, амигдалин. Очень многие за счет амигдалина говорят, ой, а это же ядовитое, это нельзя употреблять в пищу. Ну, вы знаете, в миндале тоже содержится амигдалин, однако мы его применяем в пищу, да, и орехи, и цветы. И в вишни тоже, если мы будем их разумно использовать, то чайная ложка заварки на стакан кипяточка вполне нас порадует чаем, и при этом не принесет каких-то токсических нарушений нашему здоровью. Оказывается, листочки вишни оказывают мочегонный эффект, противоотечный. Причем он настолько мягкий, что именно чай из листочков вишни можно использовать и беременным, и сердечникам, которым противоотечные средства не показаны, поскольку противоотечные средства вместе с мочой часто выгоняют из организма калий. А калий у нас – это питание для сердца. Вишневый чай сердечником можно. Очень хорошо вишневый чай подходит именно в жару, поскольку он помогает освежиться, помогает каким-то противовоспалительным моментам, когда у нас идут фрукты, ягоды, часто недомытые, да, кишечник на них реагирует однозначно каким-то послаблением, а вишневый чай поможет этот процесс предотвратить, именно за счет того, что вот это вот брожение, гниение он снимает. Очень хорошо оказывает этот чай успокаивающий эффект. Вот этот вишневый чай с ароматом амаретто, да, он очень хорошо идет на ночь, именно вечером. Можно его разбавить там каким-то вареньем, тем же вишневым, еще чем-то земляничным вареньем, и выпить на ночь. Это очень и очень здорово. Но за счет этого помним, что, например, тем же гипотоникам, да, людям со сниженным тонусом, вишневый чай при этом не показан, именно за счет того, что он снижает давление и дает такую слабость. Когда мы можем собирать листья вишни на чай? Если мы хотим, чтобы чай содержал больше витаминного такого, да, эффекта, эффект нам давал витаминный, лучше собирать весной. Пока листочки молоденькие, вот вишня отцвела, выпорхнули листочки, можем собирать. Чай будет очень нежным, очень светлым и очень, скажем так, поливитаминным. Если же мы хотим, чтобы чай был крепкий такой, да, прям коричневый, насыщенный, с хорошим таким ароматом миндаля, лучше собирать от середины лета и до осени, когда в листочках уже в большей степени накапливаются дубильные вещества. Витаминов в них, конечно, будет поменьше. За счет чего? За счет того, что дерево, как и любой родитель, как и любое растение, большую часть полезных веществ отдает плодам, ягодам, да. Но в листьях начинают накапливаться дубильные вещества, кто-то любит такой вот крепкий прям чаечек, да. И можно листочки собирать уже вот на этот чай. Как мы делаем чай? Итак, мы собираем листья, собираем в пакетики, вот так вот ошмыгивая веточки. Если у нас на веточках листочки все здоровые, да, мы можем вот так вот ошмыгивать и собирать в корзинке. Я собираю в обычные пластиковые пакеты с ручками, набираю вот так вот целый пакет, и мы убираем его в морозилку. Но, видите, этим летом жара, и побила она довольно-таки здорово нашу вишенку. Вот такие вот листочки, желтенькие, мы не собираем, они нам не нужны. Листочки, поврежденные вредителями, мы тоже не собираем. Собираем хорошие, качественные зеленые листики. Что интересно, в этот же чай великолепным образом подойдут и плодоножки ягод. Ягодки мы можем сами съесть, а плодоножки употребить в тот же чай. Каким образом мы будем делать этот чай? Как я уже сказала, путем ферментации. Потому что чай именно, собственно, из листочков вишни будет невнятным. Как по вкусу, так и по цвету, и по аромату. За счет плотной кожистой вот такой вот оболочки, листочки не отдадут вам всю пользу. Для того, чтобы пользу вишневого листа для себя взять, сбросить вес, успокоиться, прекратить воспалительные процессы, мы их должны особым образом обработать. И, разумеется, я сейчас рассказывала именно о вишнях культурных, чьи саженцы куплены в магазине «Про цветок». Консультанты вам помогут подобрать максимально подходящий вам сорт вишни. И после сбора урожая мы с вами можем заготавливать чай, секретами ферментации которого я сейчас с вами поделюсь. Итого, листочки вишневые мы собираем в пластиковые пакетики. Пластиковые пакетики убираем в морозилку на сутки-двое. Это мой любимый фирменный метод ферментации, о котором я часто рассказываю на уроках нашей фитошколы Дивея. И вот листочки у нас замерзли, наши вишневые. Что мы делаем дальше? Не давая листочкам размёрзнуться, мы их прокручиваем на мясорубке. Так-то они жёсткие, кожистые, но после морозилки они становятся хрупкими, когда мы не дали им размёрзнуться. И мы их скручиваем и получаем вот такую вот зелёную ферментированную массу. Не ферментированную, прошу прощения, это ещё не ферментированная. Что мы делаем потом? Эту массу нам надо продержать при температуре 25-27 градусов, где-то 6-8 часов. Как это сделать проще всего, не заморачиваясь, особенно когда у нас дачный сезон, и время идёт по минутам, а в сутках всего 24 часа? Лично я складываю в чёрные пакеты с ручками и выкладываю на солнце. На солнечный подоконник, на солнечную крышу сарайчика, на солнечную веранду. И через 6-8 часов эта масса станет тёмно-коричневой, благоухающей миндалём. Вот тогда мы её рассыпаем на подносы, на противни и сушим. Вот смотрите, после пакета, после ферментации на солнышке, листочки коричневеют, приобретают вот такой вот вид. И конкретный, характерный, насыщенный такой вот миндальный аромат, аромат аморетто. И мы их сушим, их можно сушить на солнышке. Вот как раз ферментированное сырьё не обязательно в тёмном, жарком месте сушить, как мы сушим обычное сырьё. Можно сушить именно на солнышке. Я их ставлю на низенькую крышу сарайчика. Или если погода плохая, то на веранде на солнечной сушу. И после того, как это всё у нас высохнет, мы это ссыпаем в красивую коробочку. Можно украсить лепестками шиповника, сушёными ягодами земляники, лепестками календула, василька. И получится очень красивый, очень полезный, очень душистый. И самое главное, очень оздоравливающий подарок для вас любимых, для ваших родных, близких, представляете, такая прозрачная стеклянная баночка с душистым, красивым, полезным чаем на Новый год. И все будут здоровы и счастливы.